Друзья мои, заказал себе несколько приманок и плетню, а мне ребята накидали столько всего в подарок. Всем привет, друзья мои! Сегодня получил посылку от компании Lotte, от рыболовной компании, которая возит рыболовные приманки к нам сюда, в Россию, и является официальным дистрибьютором определенных приманок, скажем, это Юзури и Дуэль. После выставки я делал репортаж о данной компании, заходил к ним на стенд, можете посмотреть, ссылку там под видео. Я заказал себе от данной компании плетенку, Юзуриевскую, ну, Дуэльевскую, и, значит, несколько приманок. Но был приятно удивлен, когда распаковал посылку и увидел много чего, ну, скажем, интересного внутри, помимо того, что я заказал. То есть ребята положили мне дополнительные какие-то подарки, плюшки и что-то положили на тест. Давайте посмотрим вместе с вами, что они положили мне в подарок и на тест. Итак, замечательная бейсболка с логотипом Дуэль. Классно, на самом деле, шляпа мне очень нравится. Буквы сделаны рифлено, ну, так выпирают очень сильно. Очень необычный дизайн, мне очень понравилось. Спасибо, пацаны, вам огромное за такие презенты. Дальше, значит, толстовка. А, я понял. Это, на самом деле, если вы помните, когда я делал репортаж, ребята ходили в таких брендованных вещах. На вещах, значит, здесь хардкор, по-моему, написано, да, хардкор, дуэль, дуэль. В таких брендованных вещах ребята ходили по выставке, ну, точнее, стояли на стенде у себя на выставке. И мне эти вещи очень понравились. Я заикнулся о них и мне положили в подарок. Спасибо огромное, это очень приятно. Итак, дальше, значит, плетня. Плетня дуэль, хардкор, X4 Pro. То есть, это четырехжильная плетня. Значит, две я заказал себе мультикалор под троллинг и одну под джиг желтого цвета. Значит, под троллинг я заказал себе 0,17 200 метров, 0,19 в размотке тоже 200 метров. У них, кстати, размотка есть еще больше, то есть, по-моему, не помню, 250 или 230, а, по-моему, 300 метров у них есть размотка. Но мне 200 метров вот так за глаза, в принципе, намотать на любой мультипликатор и на любую катушку. И взял себе еще 0,13 с нагрузкой 5,4 килограмма, но, значит, в размотке, к сожалению, всего 150 метров. Надо было брать, на самом деле, 200-метровую размотку, чтобы не подматывать бэкинг. Чтобы наматывать бэкинг, это целая проблема, целая геморроя. То есть, надо иметь или две шпули, сначала намотать на одну бэкинг сверху, чтобы потом ставишь вторую шпулю, значит, и бэкинг уже пускаешь вниз, и он оказывается внизу. То есть, ну, это целая геморроя. Я не знаю, может быть, это вы по-другому наматываете? То есть, угадать, чтобы, допустим, плетенка была прямо под каемочкой, как нужно, очень тяжело. И меня очень сильно напрягает, на самом деле, наматывать бэкинг. Так вот, значит, это получается у нас в размотке 150 метров. Как говорится, лучше бы я подумал бы и взял себе 200-метровую размотку. Данную плетенку, на самом деле, очень многие хвалят. И спортсмены хвалят ее довольно-таки неплохо, и многие рыбаки уже оценили. Это, по-моему, если не изменяет память, это новинка 2019 года. Я говорю, надо посмотреть, опять же, свое же видео, и что ребята там говорили, когда она была представлена здесь, в России. На самом деле, по-моему, плетенка делалась раньше только для внутреннего европейского рынка, а к нам она, по-моему, в Россию поступила как раз только в 2019 году, благодаря компании Lotto. Так вот, значит, друзья мои, мультиколор и желтая плетня. Плетню хвалят, проверим, потестируем, взял на пробу. Если понравится, я думаю, что она мне заменит как раз вот дорогую мою Power Pro, вот, или паучка моего любимого. И я буду ловить на нее, потому что, на самом деле, стоит она дешевле, чем Паук и Power Pro, если брать оригинальные плетенки. Бюджетной остается для меня, опять же, Герман плетня мультиколор. Я буду продолжать на нее ловить, тестировать ее дальше. Если вдруг какие-то будут на нее нарекания, обязательно вы об этом узнаете. Дальше, значит, я готовился к апрельской поездке, и много приманок взял не только у Lotto, значит, еще и помимо них, значит, приманки с небольшим заглублением специально под апрель, чтобы, допустим, искать судака, вообще хищника, где-то на мелководье, на более прогретых местах. И для апрельской поездки я специально себе заказал Hardcore Longbill 90, это суспендер. Данная приманка заглубляется где-то, ну, можно ее ловить на 2,5, даже на 2 метрах, в принципе, где-то так вот. И максимальное ее заглубление, наверное, где-то 3,5-4 максимум метра. Приманка, на самом деле, очень древняя, старая, и многие рыбаки о ней знают. Вот, новички, конечно, возможно, о ней не знают, и если не знают, то я рекомендую обязательно ее приобрести. То есть Hardcore Longbill 90 SP, им можно ловить и в заброс, твичи, проводя равномерной проводкой, разнообразно как бы можно ловить. Также и троллингом он ловит просто замечательно на мелководье, скажем, опять повторюсь, 2,5-3 метра в среднем. Вот, ну, апрель прошел, будем пробовать, допустим, летом на том самом Мелике, может быть, и сама зацепим. Кстати, были варианты в Астраханской области, когда многие рыбаки сталкивались с тем, что на данную приманку залетал сом. Конечно, крючки не очень мощные, кольца не очень мощные. Ну, для такого трофейной рыбы, скажем, для сома, скажем, 30-50 килограмм, да, может быть, 80, то есть, какой залетит. Вот, на мелководье он частенько стоит и греется, именно летом. Вот, ну, кстати, почему летом, весной тоже он, кстати, выходит на мелководье и греет свою спинку, пузико там. Вот, так вот, я говорю, зачастую валивался рыбакам, нежданчикам на данный воблер именно сом. И не все могли, конечно, справиться и вытащить его, скажем так, поймать, потому что разгинались крючки или, допустим, те же самые кольца. Но приманка очень уловистая и по судаку, и по щуке, и по окуне, и по жереху, и по тому же самому-сому. Итак, давайте дальше, стараемся коротенько, потому что мне нужно ехать дальше по делам. Я вот хочу распаковать коробочку, показать вам ее и дальше побежать своими делами заниматься. Я не знаю, как правильно эта приманка называется. Крэнк 1.5 MRF. 3DB. Два цвета я себе заказал, натуралочка и вот такой вот лимонный с рыжим, скажем так. Как вы обратили внимание, и хочу, чтобы вы обратили внимание, я себе именно заказываю всегда по две приманки. И эти приманки реально я себе, ну, сам приобрел, купил. Это реально не подарок. Это вот это вот пока, кроме шватья, это вот плетенки и вот эти приманки я себе заказал. Почему по две заказываю? Потому что, если приманка окажется луловистой и, допустим, оторвешь один воблер, ну, он тебе один и ты его оторвал, то будет, конечно, очень печально. И может рыбалка остановиться, нужно подбирать какой-то другой воблер, другие цвета и тому подобное. Вообще, ну, так или просто, допустим, я фанат воблер-оман и всегда имею по две приманки, если заранее знаю, что они луловистые, то и больше. А так вообще по две приманки на цвет. То есть сначала могу взять, осторожненько познакомиться с одной, взять одну штучку, как, допустим, я познакомился тут недавно тоже с приманочкой от компании Шторм. Я в Инстаграм делал пост, маленькая приманка, очень похожа, это для лайтовой ловли, но просто сейчас отступление такое. И она мне очень понравилась. Ее сняли уже с производства, и когда я понял, что ее сняли с производства, и какие-то вещи, и еще можно где-то ее найти, вот, перед этим я ее попробовал, она мне очень понравилась. Она хорошо ловит головля окуня и вообще прекрасно играет, замечательная, офигенная вещь. И я, значит, заказал себе еще пяти, вот, и причем, как бы, всего у меня два цвета. Всего два цвета мне понравилось, и в итоге у меня сейчас получается шесть приманок. Три одного цвета, три другого цвета, потому что приманки сняты, и пусть они лучше будут, как говорится, останутся у меня в коллекции и будут радовать меня, ну, или, может быть, кого-нибудь еще, кому они достанутся после меня. Так вот, значит, данная приманка, значит, судя по лопате, с заглублением где-то 3, опять же, метра. До 4 метров она, возможно, дотянется, но я думаю, что с натягом. Вес ее 13,5 грамм. Я думаю, что основной диапазон работы данной приманки, это все-таки все равно будет где-то 2-2,5 метра, до 3. Вот, кстати, по поводу веса, хардкор весит 12 грамм, который он бил от 90СП, если кому интересно. Дальше я себе взял, у меня есть, в принципе, такие приманки, но таких цветов у меня нет. Вот, это, значит, Юзури Крэнк 3D, плоский который, он называется, я не знаю, как правильно, потому что Юзури на самом деле очень много названий, и они постоянно их меняют, европейские названия, американские названия. На самом деле, если честно, я очень запутался по поводу, кстати, названий и еще каких-то нюансов, европейские, американские. Я сейчас вам тоже покажу, очень интересная есть тема, которую новички, опять же, наверное, ну, оценят и поймут. Итак, допустим, данная приманка называется 3DS Крэнк Дип Дивер 65F. Сверху написано 3D, даже читать не буду. Заглубление данной приманки пишут 3,5 метра, но на самом деле на течение мы ее загоняли до 6 метров, до 6. И заказал себе вот такие цвета, опять же, натуралку и такой какой-то цвет непонятный, зеленый-зеленый, на полосатый, типа, под окушка. Он не совсем зеленый, но такой прикольный, голографический. Вот, я думаю, что данные приманки, вообще они были, на самом деле, не думаю, или на цвета эти, думаю, что они будут востребованы у меня. Вот, а данная приманка, опять же, вот эту вот 3D Крэнк, я его называл плоский, как бы просто в простонародье, 3D Крэнк плоский от Юзури. Вот, он ловил у меня очень хорошо, где-то, наверное, лет 10 назад, 8 назад, то есть, когда я еще ловил, скажем, на разнообразные приманки, в том числе и на мелкие. Сейчас я перешел на более крупные приманки и мелкие, если пытаюсь, я набрал вот эти мелкие приманки для апреля, то есть, когда хищник выходит на мелководье, ну, зачастую выходит на мелководье. Я специально, как бы, вот этот вот комплект себе, ну, скажем так, набрал, пополнить свои запасы, хотя даже не знаю, зачем я это не набрал, потому что у меня вот так вот этих запасов. Ну, во-первых, у меня таких цветов нету, а это вообще, кстати, а вот этот Крэнк, это новинка вообще, то есть, данный Крэнк, это новинка, вот, поэтому такого у меня не было, и пусть он будет. Взял, короче, для мелководья, мелководной приманки у меня не хватает, ну. И, друзья мои, большущий сюрприз, когда я увидел в коробке очень много, очень много, на самом деле, это, ребятки, я, вот это вот, вот это подарок, по сути, вот. Это все подарок, и причем это одна модель, то есть, ну, как подарок, это ребята дали мне на тест, если, допустим, они будут ловить, попросили, чтобы я сделал о данном воблере видео. Что же, друзья мои, за воблер? Это, друзья мои, Кристал Миноу в диповом исполнении. Дип, дивер F, то есть флотинг, плавающий. Друзья мои, данный воблер длиной уже 13 сантиметров, вес у него 24 грамма. И с заглублением до 6, до 8 метров. Вот, но на некоторых упаковках пишут 4 метра. 4 метра они имеют в виду при ловле в заброс. Мне стало, на самом деле, очень интересно, почему же, значит, на одинаковых приманках записано разное заглубление. Причем я понимаю, что, допустим, пишут на одном бросковую тему, на другом воблере пишут на троллинговую тему. Но все равно, почему нельзя писать, если одинаковый воблер писать одинаково? Я начал, короче, гуглить. И мне ребята ответили такую вещь. Ну, я сбросил фотографии, они мне пишут. У модели слева, значит, это модель, значит, американская, американского рынка, а модель справа, это европейского рынка. Ну, я сбросил две фотографии, они мне, короче, сказали. Почему же я решил это вам показать? И почему же я это все делал, как говорится, приоткрыл вам эти карты? Да? Потому что приманка, данная, на самом деле, очень уловистая. И многие рыбаки не дадут мне соврать, что данная приманка очень уловистая. Причем ловят, опять же, и судака, и щуку, и того же сама. Вот. Но от данной приманки, и имеет, кстати, хорошее заглубление, но от данной приманки почему-то очень мало видео. То есть, и в ютубе, ну, скажем, мало она пропиарена, и ее мало знают. Хотя приманка реально уловистая. Причем ловят, как и реплики, так и оригинальные приманки. Оригинальные приманки, я не знаю, ну, наверное, как бы с хорошей фурнитурой. Там можно сейчас о них петь и петь. Мне же дали их на тест. То есть, имеют хорошие... Во-первых, изначально юзуревские приманки, дуэльевские приманки, юзуревские приманки, это, чтобы вы понимали, это японские приманки. Японские приманки, но сделаны, по-моему, если не память не изменяет, в Филиппинах. Так вот, я говорю, они всегда славились, юзуревские приманки. Ну, юзурь и дуэльские, кстати, юзурь и дуэль, это одна и та же фирма. Просто и хардкор. То есть, хардкор это не модель, а также, в принципе, это фирма. Я не знаю, в свое время как-то они раздробились, там что-то как-то у них получилось. Даже не раздробились. Они как-то просто дочки какие-то свои, наверное, подкрывали. То есть, юзурь, дуэль, хардкор. Ну, хардкор это, наверное, потом. А вот юзурь и дуэль, кто раньше, я точно не знаю. Но это все одна-одна шайка-лейка, скажем так. Так вот, данные приманки всегда оснащались очень хорошими тройниками, хорошей фурнитурой. И никогда проблем были хорошо, хорошо, качественно покрашены. И никаких проблем никогда не испытывали. Вот. То есть, никаких нареканий на них особо никогда не было. Ну, я лично, по крайней мере, я не слышал. Так вот, данная приманка имеет мне нужное заглубление. Заглубление, скажем, 6-7-8 метров. По течению даже можно ее забубенить, наверное, метров и на 10. Вот. Цвета, довольники, ребята, положили неплохие мне. Ну, в принципе, то, что, в принципе, я люблю. И поэтому я постараюсь сделать для них данный фильм и показать, насколько данная приманка, скажем, уловистая. Вот. Просто уделю ей время, и мы на нее полуем. Давайте я вам сейчас покажу, наверное, просто цвета. Поближе покажу плетенку, поближе покажу вот эти, то, что свои покупочки и свои подарочки. Вот. И, наверное, на этом все. Ну, а что еще-то? Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья мои, и совсем забыл. Ну, коли данная компания предоставила мне приманки для теста и попросила сделать, ну, скажем, для них видео, я попросил у них взамен для вас подарок, скажем так, такой небольшой. Вот. Десятипроцентную скидку на любую продукцию Юзури и Дуэль. Вот. То есть на любую продукцию Юзури и Дуэль в компании Лотте вы получите десятипроцентную скидку по моему промокоду. Промокод пишу внизу. Дивер. Вот. И данный промокод будет действовать месяц, со дня выхода данного видео. На всякий случай числа напишу под промокодом. С какого по какой действует промокод. Продолжение следует.